Приветствую вас, друзья! Сегодня я решил поделиться неким откровением, в первую очередь для себя и, собственно говоря, для вас. Это АК. Скоро будет видео про ту самую АК, самую крутую оранжематовую, которая стоит в деревне у друга, на которой мы зажигаем. Действительно, по лесу можно катать нереально просто ее. Это практически ралли по щебенке 120 вдвоем шпарим. И меня удивляет самобытность этого автомобиля. Можно до бесконечности смеяться над ним, издеваться как-то, либо восхвалять этот автомобиль. Но он такой, какой он есть, каким его создали. Автомобиль 2005 года выпуска, стоимость 43 тысячи рублей. Где-то что-то отваливается, где-то что-то ржавеет, понятное дело. В общем, 700 кубов, 33 лошадиные силы, передний привод, 4-ступенчатая механика. Но как она едет? Какой крепкий металл, какая крепкая подвеска и столько энтузиазма при вождении ни один другой автомобиль вам не подарит. Вот такие ключи. Данный автомобиль вы сможете приобрести в салоне Lego Auto. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Даже есть еще и сигналка. Представляете себе? Вот в таком темном цвете, темно-зеленом. Отпилить крышу и будет настоящий какой-то супер багги. Шины Кама 204 стоят. Она нереально маневренная. Эта тачка покорит вас однозначно. Для города самое то. Как я уже говорил в предыдущем видео, если бы ее продавали сейчас с новой, 20-го года, не сняли бы с производства. Я думаю, среднерыночная стоимость составляла нового авто где-то, может, 170 начала. И где-то 220 она бы заканчивалась в топовой комплектации. Как типа крутая АК-Лэйди. Еще были удлиненные варианты. В свое время этот автомобиль сделал переворот. Потому что я прекрасно помню, когда у нас родственники лет 10-15 назад возили на этой тачке на дачу все что угодно. Вообще хоть комод, хоть холодильник. Она терпела все абсолютно. И самое главное, она выполняла свою основную задачу доставлять вас из пункта А в пункт Б. Да, возможно, она небезопасна. Возможно, что-то где-то сломается. Но столько эмоций еще ни один другой автомобиль вам не подарит. И мне не подарил. И это здорово. Здесь такой момент интересный. Руль как бы с таким вот, если прямо смотреть. Руль вот так стоит, а тут он как бы со смещением куда-то вот туда уходит. 700 кубов, 33 лошадиные силы. Но дёру она дает, будь здоров. Нажимаю сцепление. Сейчас на передаче, потому что стоит. Немножко газку нужно подать. Чувствуете напор и мощь, а? Напор и мощь. Тут даже особо смысла большого пристегиваться нет. Но нужно пристегиваться. Если есть ремень безопасности, не поленитесь, пристегнитесь. От вас с него будет однозначно. Ну давай, что ты? Он еще и пристегивать меня не хочет. Смотрите, давайте-ка за это попробуем пристегнуться. Ну-ка. Ага, ну вот с другой я пристегнулся. В общем, такие дела. Ну что, давайте. Опа. Буду рассказывать, как же она в движении. В общем, габариты чувствуешь ты. Вот просто как продолжение тебя. Это круче, чем смарт однозначно. За 1 миллион рублей. Тут можно купить за 30, за 40, а то даже и за 15. И вот в деревне ее долбать, как мой друг поступает, это, наверное, самое то. Но она такая живучая, что ничего с ней не происходит абсолютно. Если проморгать момент переключения с первой на вторую, хорошо не разогнаться. Смотрите, на второй почти 67. Тут никакой эволюшен в RX-со стае не нужен. Столько эмоций. По интерьеру, понятное дело, все просто. Никакой шумки абсолютно. Да здесь этого и не нужно. Тут совершенно другая философия. Это автомобиль. Как задорно ты передвигаешься. Звук мотора слышишь. Полный газ, как дал на третьей. Вот она потихонечку начинает. Видимо, 700 кубов и 33 лошадки. Достаточно, чтобы эту букашку передвигать по городу. Вот когда заходишь в поворот, звук как от карта. О-о-о-о-о! О-о-о! О-о-о! Сколько радости и удовольствия. Прям тачка 10 из 10. Аудиосистема стоит. Aux USB. Мистери. Даже вот такой пульт управления. У вас есть обыкновенная печка. Соответственно, задний обогрев стекла имеется. Фары нормально освещают дорогу. Подвеска крепкая, сбитая, плотная. Вот. Никаких особенностей. Мне тачка зашла. Действительно. Нет здесь абсолютно тех элементов, которые будут вас раздражать, возможно. Оп. Тронулись. И огорчать. Тачка на своей волне. Очень даже шустро разгоняется. Будь здоров по городу. Но тормоза нужно привыкать. К тормозным механизмам, к тормозной системе нужно... Ой, как сильно привыкать. Кстати, мы в деревне по лесу на ней гоняем, как на ралли. И такие почки, вот поверьте, там даже на Ниве страшно проехать. А это окушка, что она вытворяет там. Это здорово. Все запчасти дешевые. Можно зайти в тот самый супермаркет, который между четвертой и шестеркой находится. И накупить что-нибудь для окушки. Почините, поехать дальше. О-хо-хо-хо-хо. Какой-то просто электронный симулятор. Рулежка тоже интересная. Очень легко это авто перевернуть, когда заходишь в поворот на огромной скорости. И не жалко ее сломать, понимаете? она и не ломается что самое удивительное и парадоксальное как я уже говорил в предыдущих видео иногда нужно довольствоваться малым и получать от этого удовольствие ну что проказница приехала так как-то ручник не держит автомобиль назад катится на держи ручник не катись потому что я не могу запущенном состоянии на передаче оставить давай пожалуйста стой на месте сборки все-таки она катится стягиваемся кстати здесь даже работает такой гудок приборка простая до боли амбициозно до 160 сделали по метки это конечно круто но наверное максималку у нее 120 но максимум 135 это с горки под ветерок хороший так все включается здесь такие приборы так мы катимся да мы катимся назад как же решить этот вопрос откатывание назад потому что немножко курку так сейчас наверное знаете что откатимся и я думаю если я упрусь задним колесом немножко бордюр она остановится я так думаю так тихонечко сейчас мы упремся и нормально будет думаю бампер там высокий клиренс кстати у нее отличный так ну останавливаясь еще катимся катимся так давай все похоже уперлись а нет еще катимся немножко все колесо мы с вами и все отлично будем стоять такая печка надпись аккаунт эти дефлектов уже я помню когда маленький катался на ней вот что-то невероятно полный комплект ключей даже два подстаканника все три бежит и дрожит четырехступенчатая механика здесь прикуриватель вот такой типа бардачок здесь вы посмотрите это даже не пластик просто какой-то ковролин понимаете прикрыли чтобы вот эти голые элементы эту эротическую тему скрыть нет зеркала заднего вида ткань хорошая сидушки тоже комфортно и кто помнит еще потом сидушки начали в конце выпуска ставить вообще классные от десятки что ли такие здесь у нас защитные элементы от солнца установлено и соответственно зеркало заднего вида сейчас давайте откроем капот аварийку трубая так что мы еще катимся что ли получается все что здесь есть итак несмотря на мой рост в метр восемьдесят восемь я помещаю здесь без проблем и у меня друг тоже принципе не маленький вдвоем шарашить по пересеченные местности на не просто одно удовольствие так складываются они таким образом вот так и место еще здесь вот я пробовал кстати садился назад оригинальные места достаточно что самое удивительное понятное дело что я головой уже упираюсь полирую потолок но тем не менее обзорность шикарная никаких датчиков парковки никакой камеры не нужно ни переднего ни заднего вида ни бокового все здорово 5 элементы тоже радует вроде бы супер бюджетное авто как многие называют конечно что обидными прозвищами такой автомобиль но со своей задачей он справляется давайте откроем капот здесь предохранители находятся как видите и все провода все чисто аккуратно здесь видимо какой-то был удар скорее всего вот здесь такой дефект в данном случае 12 диски 135 на 8 какая тема здесь стоит если ухаживать этот кузов абсолютно не гниет металл крепкий достаточно такие зеркала небольшие все супер сейчас включился вентилятор это и правильно что включается вот она красотка малолитражка супер малолитражка здесь ставили пара надпись h4 сделано в россии тоже не пациент как он тарахтида как он тарахтид все видимо защита специально остановили такое для место пассивное дело вот запаска как на ней и практически 135 на 80 сигналка 3 коробки и воздушного фильтра актабы кстати аквы часто заимствуют так он работает сейчас поставлю три горшка всего лишь время когда подходит нужно менять броня право право то уж это понятное дело и что самое интересное то чугунный блок с алюминиевой башкой свечи масло регулярное техобслуживание и катает вентилятор включается радиатор генератор дыме и все нормально никаких элементов которые не расстраивать я не увидел вот такой можно сказать моциклетный силовой агрегат от газонокосилки но что самое удивительное со своей задачей таскать эту тушу он справляется прекрасно доступ к кампочкам поменять все легко закрутили перекрутили и поехали прекрасно все работает проблем никаких здесь находится вин номер 2003 год лучших товаров это лучший автомобиль сейчас я вам продемонстрирую немножко переднюю подвеску где-то уже вскучивание покраски это нормально абсолютно вот такой паренек нахального типа еще вещевые карманы посмотрите раз два три а какой еще автомобиль такой предложит только а к все регулируется прекрасно сколько места посмотрите сколько места пожалуйста войлок торчит провода все здорово все ручка страха даже есть и регулировки механические так все устроено подсветка еще подсветка тоже есть как вы думаете естественно вот такая подсветка но похоже она здесь не работает на подсветка есть сейчас я вам покажу какой багажник можно на ключ закрывать потребление топлива можно сравнить с газонокосилкой много она не лопает каждая сейчас он продемонстрирует вот такой он большой когда вырастет станет джипом что-то видим и щепотали здесь саунд макс саунд макс динамики намывайка все аккуратно чисто сейчас продемонстрирую подвеску сзади я удивлен и в то же время очень сильно поражен этим автомобилем настолько вобрать в себя качество самое лучшее нужно постараться инженеры разработчики и дизайнеры проработали этот авто как супер бюджетный и они сделали чудо как по мне это просто чудо учитывая что на момент выпуска и вообще весь жизненный цикл этого автомобиля сопровождался можно сказать громкой критикой но и хороших отзывов хватало этот автомобиль навсегда останется в наших сердцах это ли не чудо друзья это ли не чудо на этом я завершаю этот тест драйв и обзор я надеюсь вам понравилось это маленькая сверхчувствительная и классная тачка которая привязывает к себе с первого взгляда и на этот автомобиль всегда хочется смотреть с умилением это очень продуманная тачка всем удачи друзья подписывайтесь на канал всем всего хорошего берегите себя своих близких салву вас